СПОНСОР ПОКАЗА ХАНЗА Партнер ПОКАЗА СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ФИДЕСКО Мы ценим ваше доверие Ну вот начинается наш приключение А ну как к экрану вы все Приблизительно такой мотив сегодня играет у меня в голове А все потому что именно в эту субботу Уважаемые друзья А в субботу теперь выходит программа Азбука Вкуса Да-да-да Запомните теперь по субботам в 11 часов Мы готовы радовать вас, удивлять И самое главное делать вашу жизнь немножко вкуснее что ли Насыщать ее со всех сторон Как бы вы не подошли к этой фразе Именно насыщать в полной мере и смысле этого слова Сегодня наша гостья долгожданная Честно скажу долгожданная Потому что за время наших выпусков Алена ни разу пока не попала, так сказать, ко мне в руки И вот волей случая наконец-таки Эта шикарная улыбка Эта прекрасная исполнительница За которую еще раз я напомню Мы переживали всем сердцем, всеми фибрами души Когда она выступала и представляла нашу страну на международном конкурсе Евровидения Наконец-таки теперь раскроет все секреты своей музыкальной, творческой жизни И надеюсь какой-то кулинарной Алена Мун, привет! Привет! Слушай, во-первых, сразу тебе скажу Кухня это такое место, где в принципе нет никаких ограничений Обычно на кухне, конечно, секретничают, откровенничают Знаешь, говорят все, какие-то разные там сплетни Знаешь, вот эти все штуки-дрюки Это ты можешь делать, если захочешь То есть, как и в любом кулинарном процессе, нету каких-то прям совсем жестких правил Как обычно говорят повара Вот тебе подают, допустим, блюдо, да? И тебе же не подают блюдо так, как захотел конкретно повар Ты еще можешь добавить соли, масла, уксуса, не знаю, там, приправить Или сказать, сделать им, пожалуйста, то же самое, но без лука Или, пожалуйста, но без чесночка, да? То есть всегда повара во всем мире предоставляют такой определенный выбор Я тебе сегодня тоже хочу предоставить такой выбор Поэтому, если тебе удобно будет говорить со мной на русском, окей Я в любом случае тебя пойму, не переживай мы все свои люди А я попробую на русском А ты можешь и так, и так Я могу и так, и так У нас вообще как бы все комбинирует Так и будет Так и будет, хорошо Смотри, я сейчас тебе предоставляю вот эту вот камеру с левой стороны У нас такое правило Ты буквально на секунду застынь там и улыбнись Как будто проходим паспортный контроль Вот Улыбаешься, а я за кадром, а тебе все там расскажу, какая ты великолепная Алена Мун, наконец-таки у нас в программе «Азбука вкуса» Итак, вот этот оператор, одетый, твой Одетый Алена Мун, настоящее имя Алена Мунтиану Молдавская певица, представлявшая нашу страну на конкурсе Евровидения в 2013 году с песней о Мие В 2010 году Алена Мун участвовала в национальном музыкальном шоу «Фабрика Звезд 2», в котором заняла третье место После участия «Фабрики Звезд 2» создала группу «Тамзап» В 2012 году выступала на Евровидении в Баку как бэк-вокалистка Паши Парфения, который с песней «Лаутар» занял тогда 11 место Обладательница уникального диапазона голоса Вот, вот, друзья, гордость нашей страны сегодня наконец-таки станет гордостью и нашей кухни, и нашей программы «Азбука вкуса» Ты теперь у нас, если видела, когда проходила по коридорам, теперь тоже будешь в аллее звезд Там видела, наверное, Гадриана Урсу, да, там, в принципе, и Паша Парфений был Ну, я имею в виду, круг близких знакомых, я имею в виду, есть Я имею в виду, что, я имею в виду, висит в хорошем смысле этого слова Но я не обратила внимания А мы сейчас пройдемся Я думала, что я тоже Там есть место, там есть место, потому что ты еще не была в нашей программе, но вот именно в кулинарной Поэтому там есть место специально для тебя, потому что ты держала на вот этих хрупких нежных плечах, мне кажется, большую ответственность тогда за всю страну Я не знаю, насколько еще свежи вот эти вот эмоции, насколько ты помнишь, как это было и насколько сейчас поменялась жизнь уже после Евровидения Знаешь, как вот говорят, есть ли жизнь после свадьбы, вот есть ли жизнь после Евровидения После свадьбы понятно, что все хорошо Ну, после свадьбы, да, все очень хорошо Но, после, мне кажется, вообще, моя карьера разделяется на два этапа До Евровидения и после До Евровидения, во-первых, я была Аленой Мунтиану Так Певицей, не так хорошо узнаваемой А после Евровидения я стала Аленой Мун Именно вот мы придумали это сценическое имя для Евровидения Ну, и после Но оно сработало, согласись Оно сработало, конечно В твоем случае оно звучит очень, прям вот, ну, просто Алена Мун, прям какое-то такое, знаешь, таинственное что-то И самое интересное, что очень гармонично тебе подходит То есть ты в хорошем смысле, только помни мне, правильно? Ну, мне многие говорили Ты лунатик, но в хорошем смысле То есть ты не такая, как все Ты вот, ты такая, ты какая-то лунная То есть ты прям А ты знаешь, что вот луна – это символ сильной женщины Да? Да Да, поэтому есть лунный цикл Лунный цикл есть, поэтому что, да Вот Это, как всегда, шутки Смотри, что мы сегодня будем готовить Сегодня, смотри, прям эволюция кухонного инвентаря Посмотри Значит, у нас есть здесь водичка Мы пока с ней ничего не делаем, друзья Мы ее потом, естественно, включим закипать И там мы отварим гречку Но что мы вообще сегодня делаем Мы, поскольку идет пост Мы решили не провоцировать наших телезрителей Мы понимаем, что те, кто держат пост Им будет не очень приятно Возможно смотреть, как мы будем готовить какие-то мясные блюда По поводу твоих вкусовых пристрастий Я, конечно, спрошу это в рамках программы Но благодаря сети супермаркета «Фидеско» У нас может появиться любой очень простой ингредиент на нашем столе Значит, мы сегодня готовим постные блины С начинкой из гречки Ну, из гречки и лука В принципе, как бы с гречневой такой начинкой Нам для этого понадобится, собственно говоря, внимание Вода газированная Буквально вот 500 миллилитров Понадобятся шампиньоны в собственном соку Консервированные, целые Мы тоже как бы отсюда вытащим Собственно говоря, нам понадобится сама гречневая каша То есть вот крупа Гречка у нас тоже есть Но сама технология приготовления этого блюда Она отличается, наверное, от привычных блюд Которые мы обычно готовим Не знаю, насколько ты часто готовишь дома или не готовишь Но мы... Так, сейчас внимание Тут уже поинтересней Я предлагаю сделать так Чтобы тебе особо сейчас не заморачиваться на какой-то там лучок нарезать Знаешь, ну зачем-то Вот, кстати, я увидела лук и сразу подумала, это ты будешь резать Наш человек Я тоже так подумал, что это я буду резать Я хотел тебе предложить тогда сделать такую комбинацию Я пока переставлю здесь все эти сковородочки, друзья Как в басне Крылова От переменных мест, конечно, здесь мало что поменяется Здесь, смотри, здесь совершенно без масла растительного Я сейчас включу нашу волшебную плитку Ханса И нажатием... Да, подсушим ее То есть она должна у нас чуть ли... Ну, не попкорн, конечно, но должна будет получиться Ты мне пока только скажи... Вот я тебе сейчас дам лопаточки Ты будешь просто перемешивать и общаться со мной, разговаривать Что ты умеешь готовить и что является фирменным блюдом Алены Мун? То есть вот твои родные и близкие наверняка как бы знают, что ну вот это блюдо, а у Алены получается лучше всего Вот многим нравятся мои блинчики То есть я попал сегодня блинчиками, да? Да, но вот я люблю всегда экспериментировать Что? Вот, кстати, мне не очень нравится готовить первые блюда Первые? Супы, да А есть? Их любишь? Есть, люблю, но не знаю, это не случается так часто Часто, да? Да, вот когда хочется, тогда и делаю Причем мой муж Вова говорит Если ты готовишь заму, потому что это не так часто происходит Заму или борщ То он мне купил даже большую кастрюлю Говорит, готовь Сразу много? Прям много, да, потому что я буду много Ну, то есть Вова любит, так сказать, побольше Ну, да Ну, что касается первых блюд Вот Я готовлю вкусно стейки Прям вкусно Да Все, что я пробую, пробую новое Вот у меня хорошо получается То есть первый раз, да? Уже на второй, на третий раз, наверное, не так Ну, вы знаете, здесь, в принципе, в кулинарии это тоже творческий процесс А я не всегда повторяюсь просто Вот Не знаю Разнообразие у Алены Мун Поэтому, если Алена будет звать вас в гости Знаете, что вас будет ждать какое-то новое блюдо Но, поскольку у меня есть вопрос, который я всегда, так сказать, новеньким гостям задаю Вкус детства Ты можешь вот определить для себя, что такое вкус детства? Возможно, сейчас ты этот вкус уже потеряла То есть вряд ли ты, допустим, не знаю, там, к примеру, можешь сейчас в меру так же насладиться и рисками, как раньше Ну, к примеру, да? Но если я тебе говорю вкус детства, что тебе вспоминается вот из детства? Что такого, что ты там прям вот, ну, прям вот, что называется, прям аж, ну, не могла бы, с удовольствием могла бы есть это днями и ночами Мне казалось раньше, кстати, что я шоколадные батончики мог бы есть просто килограммами Впоследствии казалось, что это не так Килограммы взяли вверх А я, кстати, со сладостями тоже хорошо дружила Я могла съесть целый пакет сладостей за день И оказалось, что вот сейчас я не так усиленно Сладостям равнодушно? Да, я мало сладкого кушаю, потому что, мне кажется, я переела уже, когда была маленькая И уже сейчас как бы нет особо вот тяги к сладким блюдам Да Хорошо, но тебя что-то заставляли в детстве есть, там, вот как манную кашу, что-то такое, что вот как бы говорили Алена? Очень полезно, но давай, солнышко, давай Пока вот на дне не увидишь звездочку, вот кушай этот суп Я, кстати, моя мама всегда, не знаю, старалась мне вроде бы небольшие порции давать Но меня заставляло все доедать И это длилось очень долго У меня, например, обед там мог длиться и полтора часа Я по чуть-чуть По чуть-чуть И я много чего не кушала Рыбу, например, не любила Грибы не любила Много вкусного, кстати, не любила Много из того, чего я сейчас обожаю Вот, вот, видишь, все-таки, правду говорят, что с возрастом где-то, ну, в хорошем смысле этого слова С возрастом понятно, что Алена у нас по-прежнему молодая, энергичная, друзья, не в этом смысле Но я имею в виду, что с каждым годом, наверное, какой-то определенный вкус, он появляется, да, новый Вот, как ты сказал про грибы У меня с ними вообще отдельная история Я уже не раз рассказывал в нашей программе, что я вообще не мог понять, как их взрослые любят То есть вообще каким образом можно эти грибы любить Они же скользкие, понимаете, они вообще непонятно, что ты ешь То есть это же не хрустящая вафелька, извините меня Или не какой-то смазанный маслом бутерброд Совершенно непонятная для меня была штуковина Но сейчас как-то, видишь, они становятся неотъемлемым ингредиентом моих блюд в рационе И полезно, и реально как бы вкусно Но вот из таких, как бы, скажем, не наших, не молдавских блюд Вот что тебе запомнилось, если я задаю тебе этот вопрос Вот что такое вот, ну, необычное, ты можешь вспомнить Что вот ты ела и до сих пор думаешь, вот это было вау Вот это прям тебя поразило Вот поразило прямо Ну, поразило, запомнилось Может, где-то путешествовала и съела какую-нибудь кракозяблику Нет, кстати, не путешествовала Но было такое, что один китаец как-то попал в Молдову и потерял документы И один мой знакомый помог ему с жильем определенное время, пока он себе не сделает документы И помог ему... он, кстати, очень-очень-очень хорошо, мне кажется, огонь... А, ты... Сделал тише? Да, да, да И он... Легко Очень хорошо готовил китайскую кухню Серьезно? Да И мой знакомый ему помог найти работу в ресторане одном китайском И вот он нас пригласил и готовил для нас ужин Ужа невероятная история Вот тогда, но изначально он не рассказал, что нам готовит И я тогда попробовала в первый раз в жизни змею Вот мясо, да, змеиное И... Ну, наша молдавская змея такая вкусная, сочная, да? Ну, но они специально выращенные, да А, а... И... Так, вот этого я еще не понял Лягушки А, ну лягушки нормальные Лягушки, да Лягушки вкусненькие Но это было так вкусно Просто... И мы еще... Мне показалось, что очень безумно нежная курица была Потому что это по вкусу чуть-чуть похоже Но это было очень-очень вкусно Вот это было в Молдове Ну, кстати, я вам скажу, что у меня есть знакомые, которые собирают наших отечественных улиток То есть это не обязательно покупать какие-то замороженные морепродукты И в том числе вот эту вот всевозможную моллюсковидную живность Но у нас есть знакомые, которые прямо вот, извините меня, как вот вы шашлычки на гратаре готовите И извините перед теми, кто держит пост Спокойно как бы могут этих улиток также приготовить С чесночком, говорят, очень хорошо даже идут Но ты не первый, кто в нашей программе пробовала змею Я просто, знаешь, чем удивляюсь, что эту змею ты пробовала у нас То есть я думал, ладно, когда люди куда-то уезжают А тут получается, что... Обычно так и происходит, но видишь, как... Посмотрите, какая технология приготовления наших блинчиков постных, я напоминаю, с гречневой начинкой Значит, гречневую крупу мы сейчас подсушиваем Вот это как бы очень важно, чтобы она немножко, ну, как бы вот... Ну, подсушилась, другого глагола не может быть Когда она, вся эта крупа, она подсушится Мы, собственно говоря, бросим ее уже в кипящую воду и здесь чуточку отварим И в то же время мы параллельно затем займемся... Вот я уже нарезал лучок, я еще его нарежу Я поджарю до румяной корочки этот лучок И, собственно говоря, сейчас солью жидкость с наших грибов, шампиньонов И их тоже нарежу Приступим уже к изготовлению теста на основе газированной воды 500 мл нам понадобится, чуточку позже Скажи мне, что сейчас происходит в твоей творческой жизни Потому что вот всем интересно и нашим телезрителям тоже Потому что как раз большая часть нашей аудитории, я уверен, тогда, именно в те годы Евровидения Ну, прям вот сильно-сильно-пресильно переживали и верили, что твоя тысяча принесет тебе успех, славу и победу Ну, понятно, что конкурс сложный по всем параметрам Понятно, что конкурс мирового уровня Поэтому там, ну, оказались чуть-чуть более сильные какие-то конкуренты Но что сейчас происходит? Какую музыку ты пишешь? С кем еще поешь? С кем сотрудничаешь? Знаешь что, не отвечай У меня режиссер подсказывает У нас сейчас выход на рекламу А точнее даже не на рекламу А на твой клип Мы как раз сейчас посмотрим твой клип О Мия Да Вот, с удовольствием Давай Вот тот мотив, с которым мы начинали нашу программу После этого выйдем на рекламу уже И после рекламы вернемся, и Алена ответит на все вопросы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминтири Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это творческий человек Уже путешественница Которая в принципе прекрасно готовит За кадром пока вы смотрели рекламу Алена мне рассказала еще одну чудесную историю А оказывается, друзья, те же самые китайцы Или японцы Или даже японцы Представляете, что еще даже лучше Шучу, ни в коем случае никого не обижаю Из великолепного Из гречки подсушенной Вот из этого набора Прекрасных зерен этой крупы Готовят чай чай и из жареного риса тоже и прям вот выглядит как будто вот палочки какие-то вот черненькие такие и по запаху это очень для меня очень странно как-то вот вкус я не поняла мне кто-то подарил вот пакет как раз прилетал из японии я держала тот пакет только для того чтобы показать друзьям поэкспериментировать вот им понравится или нет и все-таки вот наши не понимают этого не дополнял но ты знаешь с одной стороны как говорят знаешь все что полезное простите пожалуйста все что полезное оно как правило не очень вкусное и наоборот когда очень все вкусно она не всегда полезно друзья растительное масло в данном случае позволительно если вы держите пост и она сегодня нам тоже очень хорошо помогает и вот алена задала вопрос если вам видно что у нас здесь происходит наши кастрюльки кастрюлька у нас каким-то такими наплывами знаете вот она вот а булька и посмотрите внимательно да потом раз успокаивается оказывается техника ханца просто как всегда чудесно позаботилась о нас с вами каким образом есть специальный режим для того чтобы она уже чувствует сама техника что у вас в маленькой кастрюльке может очень сильно закипеть и чтобы молоко допустим не выбежало или ваши овощи все что вы отвариваете она вот такими вот небольшими заходами старается делать так чтобы у вас ничего не убежала чтобы там пенка успокоилась успокоилась да поэтому этого знаешь это можно сказать это философия жизни ведь у нас тоже начали все закипает чуть успокаивай закипай опять успокаиваются вот задал я тебе вопрос по поводу твоей творческой жизни что сейчас происходит у тебя вот что у тебя сейчас происходит у нас весна пост у тебя что сейчас вот в этом году по крайней мере который уже почти наполовину прошел ну во первых я сейчас собрала парней ну как мы нашли на лену га и парень мало 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 кто инструментистов хорошо хорошо да я шучу я мы сейчас начинаем собирать материал я по крайней мере буду стараться чаще выступать и вот с бэндом он не за счет лайфы живой музыкой да да потому что это это другое когда вот живые инструменты и и я чувствую себя по-другому я могу удивлять даже себя на сцене когда вся музыка light но все происходит там в тот момент и это это ну да потому что фонограмм не кажется немножко все таки ограничивает по по времени по звучанию то есть приходится иногда мне кажется когда все таки ну там по каким-либо обстоятельствами или причинам артист выступает под фонограмму но имею ввиду не голосом а даже просто минусовка то есть сама мелодия то конечно там нету возможности куда-то разойтись как правило профессиональные музыканты они уже чувствуют и вокалистов том числе то есть если ты вдруг захочешь ноту растянуть извините меня еще на одну на один квадрат подольше они тебе этот квадрат сыграет спокойно ну да вот и у меня часто бывает вот когда я с бэндом выступаю что мне хочется еще пару припевов добавить или что-то менять все мои подорожения в этом мальчишки уже собраны или кто-то еще может напроситься к тебе но в принципе уже уже все собраны да очень хорошие парни будешь как-то называют амун бэнд мы вот сейчас думаем марса вот и не будет ну вот как-то нет что-то связано с этим что-то связано с моим именем но не не прям так буквально знаешь как сейчас алена мун не будет так мне кажется это чуть-чуть банальника но хочется чего-то поинтереснее и вот и думаем пока у нас очень много вариантов а если уже эти дальше по космической теме и допустим вот и же ну как бы это на слух зарубежных скажем жителей на который англоговорящих как минимум это опять же космический объект это луна и ты принципе имя свое леона можешь тоже подать как или пришелец и все его тебя пожалуйста есть вам бруно марс есть и кто-то на то бруно бруно как-то будешь эленмун эленмун а кстати очень и очень интересно вот англо-англоязычный англоязычный до минерс говоря спикинг пипл да мне говорят альона 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 а у все нормально потому что проблема да потому что у них же а элис например да 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 пишется и элиса у меня там самое в румынии я альона альона может ли ты добавить немножко соль и соли это вот это да 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 соль и вот сюда чуть-чуть и перемешать это молодец ну вот я это а вообще как бы что сейчас ты у тебя есть какие-то ограничения в в еде ты что ты всегда в прекрасной форме у тебя тут как бы это просто генетика или ты с детства как вот от чего-то отказываешься во-первых потому что ты исполнительница и много чего тебе нельзя а во-вторых возможно тебя есть какие-то свои вкусы которые но вот будут примером для многих из наших телезрителей или телезрительниц особенно ты знаешь я ни в чем себе не отказывал мне повезло я похожа наверное на папу моего он тоже худенький и стройненький и но я я стараюсь кушать ну как мне и нравится этой и и стараюсь кушать больше овощей и фруктов и не знаю ввести более активный образ жизни но чем вот чем ты тогда занимаешься помимо творчества успеваешь еще ходить на какие-то тренировки не знаю там на на тренировке делаю дома я столько ходила что ну в принципе мне бы хотелось заниматься с инструктором там но пока я стараюсь он это же тоже стоит денег я стараюсь вложить деньги во что-то другое проект сюда чем заниматься я я же занималась и гимнастикой и и танцами и спортом очень часто так что я очень хорошо знаю дома что делать какие упражнения но бывает вот было время сейчас в прошлом году например я очень мало занималась и спортом ну дополнительными скажем занятиями и увлечениями и я поняла что все таки вот мне этого не хватает все таки движение это действительно жизнь как говорят по большому счету да бодрее лучше и не знаю больше энергии накапливается не знаю это как знаешь хотела пример но и я сама не знаю какой пример хотела она например когда ты идешь на море вот в начале вроде бы хочется зайти в воду она холодненькая только ты зайдешь и и тебе это безумно понравится мне кажется так же с движением чуть-чуть начать двигаться и у тебя столько энергии еще на большом еще то надо просто только начать я так понимаю совет от алены мун друзья и тогда и тогда все у вас будет действительно хорошо скажи сколько инструментов тебе подвластно музыкальных ты на чем готова сочинять песни вообще как происходит процесс сочинения песен у алены но у меня часть чаще господи у меня чаще всего получается у меня же может быть пианист да и он играет и я играет что-то импровизирует что-то я подхожу и начинаю петь и у нас вот так получается мелодии а иногда вот я пишу слова и и потом уже мелодии по-разному бывает вот у меня одна песня кстати я очень жду момента когда я смогу ее реализовать и показать чуть-чуть вот стиле андергаунд она более ну как эрика паду поет в таком стиле я просто села и я написала сначала до конца слова мне очень нравится до сих пор и и когда пересмотрела слова мне сразу пришла мелодия никак вот кстати не как эта песня умея нас очень сложно сложная по вокализу по мелодии свои да а вот это очень за на бой больше ложится легче ложится легче там не дни не такого большого диапазона или чего-то там опять же ты сравнишь на раз умею потому что у меня у тебя диапазон колоссальный особенно когда вот я не могу вот так вот не могу просто но это очень сложная песня но вот и адиона пока еще называется она вот чуть другая она больше о без сентименте и вот я очень жду вот этого момента когда я смогу ее выпустить она очень классная я очень не дороже ну то есть как у любого творческого человека наверное о часть каких-либо уже творческих картин или извояний но как говорят в творческой мире опишется в стол да то есть когда ты откладываешь и думаешь на хорошо мне кажется таких наработок должно быть очень много да когда вот что-то вроде как наигрывается но до конца как будто не доводится потому что там чуть-чуть отвлекается или еще не до конца продумана форма там до конца песни и вот мы тут вот все продумано только готова да только мне кажется для меня как будет рано ее выпустить она не зайдет то есть я всему свое время начинаешь да я думаю что мне надо пару фитов и то выпустить быть более на слуху и потом уже смогу эту песню здесь есть тоже своя хитрость хитрость нюансы друзья ну что я так думаю что пока мы задумываемся какие же все таки нюансы есть творческой жизни алены мун я так думаю что мы смело дождемся пока чуть-чуть выпариться вот эта вот жидкость и вода и собственно перекинем уже нашу гречку вот сюда в эту сковородку с лучком и грибами грибы напоминаю консервированные цельные то есть в собственном соку если хотите можете так их назвать готовим и постное блюдо честно скажу что постные блюда не обязательно какие-то невкусные или как-то ограничивают вас в вашем рационе рациона у вас может быть поддержан точно так же поверьте организм даже будет счастлив на то что вы дадите ему тоже немножко отдохнуть потому что любые мясные продукты или какая-то тяжелая там жареная пища и так далее она дает нагрузку на наши с вами внутренние органы поэтому нас есть к этому утомленность усталости нас иногда мучают где-то головные боли нам кажется что вот надо выпить одну таблетку вторую третью не друзья вот почувствуйте вот почему пост вообще как бы придуман да то есть вы отказываетесь от своего привычного рациона вы просто даете хотя бы вот одну десятую часть раньше была церковная десятина да то есть вот люди приходили отдавали такую своеобразную церковную дань здесь вода эти дать не столько церкви сколько своему организму вот попробуйте эти 40 дней так сказать отказаться от привычной вам еды и честно скажу вам понравится разнообразие постных блюд можно приготовить очень много от какой-то даже выпечки честно скажу от вкусного хлеба до до даже до как мы говорили в прошлой программе до мороженого то есть можно сделать спокойно мороженое не на молоке то есть используют совершенно другие там есть соевое молоко есть кокосовое молоко оно тоже формирует в данном случае мороженое единственное что метод приготовления он чуть более емкий и там сутки должно это все простоять в холодильнике в морозилке потом периодически это нужно помешивать но сам факт что вы получаете в результате постный продукт и в результате получаете не просто постный продукт а мороженое то есть десерт и вы можете наслаждаться им полной мере что в принципе сахар никто не отменял сахар вам сахар вам не мясо вот так что я попрошу тебя наверное сейчас делать если это возможно ален пожалуйста если можно вот еще вот петрушечку порезда мелко-мелко наруби и вот сюда можно в эту мисочку все нет не все вот так я думаю пучок нормально да если что у нас мусорка так сказать под ногами для для хвостиков а я так думаю что я сюда сейчас эту гречку быстренько пересыплю нам понадобится большая большая ложка а пока мы это делаем уважаемые друзья предлагаю и снова к телевизионным экраном подойти поближе сделать звук погромче мы сейчас посмотрим еще один клип вот так что давайте посмотрим на нашу прекрасную гостью сегодня но уже в образе что называется ведь там модельно работают гримеры операторы знаете клип-мейкеры алена мун представляет еще одну великолепную композицию сегодня в эфире программы а звука вкуса внимание а 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 и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Știu că-ți pare greu să accepti că tot ce-a fost a terminat Tu ai vrut să stea, dar ea tot a plecat Știu că doare, dar va trece ca un or purtat de vânt Vei iubi din nou, dar nimeni nu știe când Lasă-mi urma ta ce te-ntrista și vei face loc pentru ce va urma Vei găsi dragostea cândva undeva Lângă altcineva, lasă-mi lupt în inima ta Să primești toată dragostea cândva undeva Lângă altcineva, lasă-mi lumea să zică orice Lasă-mi lupt pentru dragoste Și-o ce tracă, unii tracă, doare azi Dar o să tracă, deschide-ți inima Vei găsi dragostea Cândva undeva, lângă altcineva Lasă-mi lupt în inima ta Să primești toată dragostea Cândva undeva, lângă altcineva Lasă-mi lumea să zică orice Lasă-mi lupt pentru dragoste Lupt pentru dragoste Lupt pentru dragoste Lasă-mi lupt în inima ta Să primești toată dragostea Lângă altcineva, lângă altcineva Lângă altcineva, lângă altcineva Lângă altcineva Și-o și nu știu Sa primești toată dragostea Văzvrașa-mi lupt pentru dragostea Văzvrașiți, văzvrașiți în нашу сегодняшнюю Cулинарную программу Азбука Вкуса Văzvrașiim, în dinima ta Ne stoicără ceva îndrință Ieniția ne sunt și să ne-a și Iinițiați, mținiața Văzvrașiți în video-o Văzvrași în într-o Но готовим мы действительно постные блюда, причем делаем мы их очень вкусными, честно вам скажу, потому что то, что мы изначально уже приготовили вот здесь вот в этой миске, гречка, которая изначально подсушивалась, потом мы ее отварили, она набухла, то есть она такая сочная у нас. Здесь лучок и грибы чуть-чуть перченые, потому что мы гречку солили, чтобы не переборщить с приправами, тем более сами шампиньоны, я думаю, они тоже имеют свой привкус, это все-таки не свежие грибы, они в собственном соку. Теперь что нам предстоит, нам предстоит по большому счету сейчас сделать вот это вот тесто, замесить его очень просто, напоминаем, поскольку блины у нас постные, соответственно и тесто у нас тоже будет на воде, нам понадобится 250 граммов муки, мы зальем туда именно газированную воду, я так понимаю, для какой-то ее определенной пышности, скорее всего, именно так авторы рецепта решили, и опять же, рецепты уже проверены большим количеством людей, живущих на нашей планете, вот, живущих. И дальше мы просто жарим блины, потом готовые блины я передам Алене, Алена будет ложечкой аккуратно делать начинку, да, и, собственно говоря, возвращать их периодически обратно, чтобы мы их еще чуть-чуть там подрумянивали, а может быть даже и не надо будет их подрумянивать, они в принципе уже будут готовы. Единственное, что, если вы вдруг не держите пост, то вы можете смело дальше приправить это все сметаной, и вам тогда будет прям вкусно, а мы будем вам завидовать, вот, а если вы держите все-таки, соблюдаете пост, тогда, конечно, сметанкой лучше не баловаться, лучше, так сказать, съесть, как они есть. Поэтому я, в принципе, займусь сейчас приготовлением нашей муки, вот, про творческую жизнь Алены мы уже, в принципе, с вами выяснили, потому что сейчас Алена собирается удивить всех поклонников и нас с вами уже новым составом. Не знаю, если хотите, я, в принципе, могу инициировать в нашей программе и попросить наших телезрителей, чтобы желающие, кто хотят, зашли к тебе либо в директ Инстаграм, либо на Фейсбук и, возможно, предложили название бэнда. Я думаю, что это, кстати, хорошая идея, да, потому что мне кажется, что наши телезрители охотно подыграют. Еще раз только напомню, какие ты хочешь, чтобы были, в принципе, критерии, да, то есть придерживаться какой-то космической тематики, да? Да, вот я думала, чтобы что-то все-таки было связано с моим именем сценическим и все. И все, собственно говоря, все просто зацепить. С музыкой, с планетами, не знаю, вот, ну, что-то, что-то интересное, новое, потому что сейчас мы знаем, как сложно найти какое-то название, чтобы не, где-то уже оно не существует. Кто-то не использовал, а не кто-то не использовал. Я, кстати, не знаю, почему так оно происходит. С одной стороны, мне кажется, что, конечно, больше каких-то опций стали доступными, да, то есть теперь молодежь, вот, да, там, в 15-14 лет может спокойно уже, в принципе, найти какое-то там помещение, в принципе, может даже приобрести какие-то определенные инструменты, да, и уже создавать какие-то, даже какие-то там, не знаю, не важно, но свои коллективы и пытаться что-то сделать. Мне кажется, что когда я, допустим, был маленьким, мне это было очень тяжело, мне казалось, что для этого уже заходить в специальные секции, только там, и то будешь играть на чужом инструменте и так далее. То есть это было все гораздо сложнее. Сейчас, конечно, это все гораздо доступнее. О том, как же все-таки тяжело или легко всем музыкантам, живущим в нашей стране, вы узнаете после рекламы. Я как раз приготовлю тесто, мука, соль, 4 чайные ложки сахара. Все это я буду смешивать с газированной водой. Получится простое обыкновенное тесто, растительное масло уже на сковороде поможет нам пожарить блины. Так что оставайтесь с нами. В следующем включении уже почти готовое блюдо от Алены Мун. Добро пожаловать! Это Азбука Вкуса на канале РТР Молдова. И сегодня, так сказать, завершение уже первого месяца весны, а март вот так вот быстро заканчивается. Вы сможете, конечно, потом нашу программу, как мы и говорим, просмотреть в повторах, либо на нашем официальном сайте rtr.md, либо заходите в наши социальные сети, находите нас, azbukovkusa.rtr. Это наш аккаунт в Инстаграм. На Фейсбуке Азбука Вкуса Молдова вы найдете легко. Вот, отдельно, конечно, приглашаю вас в гости и к Алене Мун, но не конкретно прямо в гости. Я думаю, что Вова не очень прямо будет рад, что вы сейчас все завалитесь в гости, тем более. Ну и в гости, но... Алена, первая, сразу говорю, готовить вам не будет. Пожалуйста, что-нибудь, стейки, мясо, все это можно. Вот. На страничку я имею в виду, потому что мы обязательно, ну, мы, наша программа и наш канал такой ответственный, что мы сразу же после выхода программы заливаем это еще на популярный YouTube и делимся, там с тобой ссылочка, а ты уже делишься с родственниками и друзьями. И самое интересное, что многие же как бы спешат, у кого-то там дела, туда-сюда, как говорят, и не успевают, возможно, программу до конца посмотреть. Ну, не все, конечно. Поэтому потом можно спокойно зайти на YouTube, и вы знаете, что самое приятное, что вы сможете затем, как я говорю, вместе с нами параллельно готовить. То есть нажимают на паузу, да, сделать тесто, замесить. Ой, а что они там дальше делают? А вот этот делают, вот они, а вот, а, вот так вот, и все. И вместе с нами приготовить постные, но очень вкусные блинчики с гречкой. Но, честно вам скажу, я уже в который раз убеждаюсь, что многие блюда постные уже изначально, уже практически вот самодостаточные, и уже можно просто эту гречку взять вот с тобой ложечкой и уже как бы, и уже кушать. Потому что она и пахнет вкусно уже. Уже. Сейчас мы только разогреем растительного масла, друзья, на нашей сковороде. Тесто мы сделали очень просто, оно постное за счет того, что там нет молока и яиц. В данном случае в этом рецепте автор предлагает нам влить туда газированную воду, что мы, в принципе, и сделали за счет этого. Вот оно у нас такое пузыристое, довести до состояния жидкой сметаны, так пишет автор рецепта. И уже, собственно говоря, эти блины мы сейчас тут нажарим в нашем масле, и я буду их передавать уже в эту часть, где Алена. Алена будет брать начинку, ложечкой аккуратно их, собственно говоря, закрывать, и все, и присыпать петрушечкой, укропчиком, и подавать. Все. Вообще дело у нас, вообще за пять минут могли бы со всем этим всем справиться, честно. Ну, просто нам хочется с Аленой поговорить побольше, показать ее клип, и вообще узнать, что да как сейчас происходит. Скажи мне, ну, тебе же, как исполнительнице, к сожалению, не все даже можно есть, да? Ну, есть же какие-то такие вот, когда вот там сухарики едят, тебе как бы ты, тебе нельзя, там семечки тебе нельзя. Сухарики я редко кушаю, семечки иногда бывают, кушаю, но это на самом деле не очень хорошо. Перед выступлениями вот тогда много чего нельзя. А, перед самыми выступлениями, то есть там есть ограничения? Не очень хорошо, да, вообще кушать перед выступлением. То есть артист, артист голодный, да, получается, выходит по-твоему? Ну, когда вот артист чуть-чуть голодный, вот тогда отлично у него все получается с голосом. Намного легче справляться, контролировать. С нотами, да? Контролировать свой голос, да. Ну, давай попробуем эти воздушные блинчики теперь выложить и раскатать по нашей... У нас получается олладочки, друзья. Немного масла. Первые, наверное, все-таки будут много. Толстые. Да. Ну, посмотрим, что получится. Я блинчики делаю очень тонкими. Мне кажется, это будет чуть-чуть... Мы сейчас колдуем, друзья, чтобы понимать. Ну, попробуем сейчас. Первый блинчик, да. Я тоже, на самом деле, не делала ни разу без яиц, без... Ну, без молока делала один раз, а без яиц... Не делала ни разу. Ну, мне кажется, сейчас, в принципе, должно получиться, судя по тому, как он схватился и разошелся. Вот я смотрю по камере. То есть вот он у нас разошелся. И сейчас самое главное, чтобы он там снизу не пригорел. Только поэтому, как у масла, возможно, чуть больше. Но есть еще несколько лайфхаков. Вы можете маслом как бы просто поверхность вашей сковороды как бы смазать. Взять кусочек картофеля или, в конце концов, даже просто чистой салфеточкой, если бы пройтись. Вот. Ну, смотрю, что он у нас по чуть-чуть дает о себе знать. Сейчас посмотрим, если он не пригорает. Потому что мне не нравится только вот это. Нет. А, все хорошо. Он хорошо, но он единственное, что первый будет прям вот... Он возьмет в себя все. Он прям будет мощный такой. Прям мощный-примощный. Ну, вот в нем я вряд ли что-то положу. А, знаешь, как можно? Сверху засыпать? Можно как-то, нет. Чтобы посередине и тут чем-то вот... Ну, не получится так развернуться. Ну, этот получился у нас пышный. Я сейчас попробую взять чуть поменьше. Давай я попробую. Давай. Хорошо. С удовольствием. Тогда получится очень даже здорово. Ну, этот год у себя, в принципе, планируется быть насыщенным. Поэтому вообще, ну, понятно, мы там пересеклись на совместном отдыхе. А вообще, как бы ты... У тебя есть какой-то определенный сезон, когда ты отдыхаешь? Или это, в принципе, как подвернется уже? Как получается. Когда нет работы или наоборот, когда есть работа, мы отдыхаем там, где работаем. А, то есть совмещаешь и то, и другое, да? Да. Вот, например, прошлым летом мы с Пашей Парфением поехали на фестиваль одно в Голландии. На одном острове. Очень, очень, очень интересно было. Конечно. И мы организовали... В Голландии еще, чтобы не было интересно, это страна, которая в себя впитывает вообще все культуры мира. Ну, там, да. Да. Мы были в таком месте, в котором мы, наверное, бы не планировали никогда в жизни... Никогда попасть? Да. Вот лететь туда и отдыхать, потому что там не так уж и жарко было. Но так красиво и так приятно, мы оттуда прилетели обратно с такой энергией. И плюс мы всегда стараемся, не знаю, выбрать больше точек рядом с этим местом, где мы работаем. Увидеть как можно больше городов. Мы вот лучше, больше любим... Путешественница, то есть ты путешественница активная? Сережка упала, мне сюда стоит. Потому что есть сережка у тебя. Я ее найду обязательно. Вот, я ее уже нашла. Да, скажи мне, давай. А почему? Потому что... Упала эта штучка сзади. Ничего. Она нагрелась? Вот и все. Да. Да, ну ты такая, ты любительница активного или пассивного отдыха? То есть полежать, погреться, отдохнуть, набраться сил или наоборот, походить, побегать, там, узнать, где что происходит? Я люблю больше, вот, видеть, как можно больше мест, гулять. Мы тоже были, один раз работали в Италии. Так мы тогда увидели семь городов. Так. Мы так нагулялись. Причем мы и без машин были, мы сразу зарезервировали билеты на автобусы и очень много шли пешком. И это было, ты знаешь, в конце дня даже не чувствовали усталость. Вот так интересно было. Вот мы больше так любим отдыхать все-таки. Но в этом году вот лежали на солнце отдыхать. Ну, как бы, мне кажется, такой отдых тоже нужен. Да, я тоже считаю, что такой отдых нужен. Друзья, у нас первый блин, в принципе, получился относительно комом, но я уверяю вас, мы его съедим. Сейчас, внимание, будет блин от Алены. Внимание сейчас Алены. Блин от Алены. Блин. Давай блин. Видишь, густая вот эта вот штуковина, поэтому приходится две ложки, мне кажется, сюда заливать. Да, да, да. Но две ложки все равно, но как-то вот так, чтобы не слишком толстый. Знаешь, меня успокаивает одно, Аленчик, меня успокаивает одно, что даже если, к примеру, наши блины сейчас не дожарятся, у нас сама постная каша наша гречневая с грибами и луком уже все. То есть она уже, в принципе, как бы готовая. Ой, ну не очень красиво получается. Но творчески, ты же хотела сделать лунную поверхность, понимаешь? Да. Есть лунная походка, есть лунная поверхность. Ты прям все закрашиваешь. Это ответственный подход. Я люблю красивые делать. Слушай, ну я даже вот этот кусочек попробую, мне просто интересно, что он из себя представляет. А я вот люблю, ты знаешь, вот когда вот так остается. А, корочки. Такие вкусняши. Вкуснотень. Вообще, я считаю, что постный блин самый лучший блин в мире. Ну попробуй кусочек. Мне кажется, что можно, в принципе, гречку просто сверху. Очень вкусно. Да. Друзья, пока мы тут убедаем блины, повторю, что вам для этого нужно. Беличневая крупа, грибы в собственном соку. Чуть-чуть буквально, вот, не знаю, нам хватило 7-8 грибочков. Лучок. Я порезал две головки, и лука много не бывает. Поверьте, это очень полезно. А, тем более, в таком объеме вы его даже не почувствуете. Постное тесто готовится очень просто. 250-300 г муки. Заливаете все водой газированной, как предлагают нам авторы рецепта. Солите буквально чуть-чуть. 4 чайные ложки сахара. Все это перемешиваете, доводите до вот этого вот сметанного состояния. И вот единственное, что у нас сейчас, это вот проблема, как теперь эти блины, собственно говоря, жарить и выпекать. Но вроде этот уже более-менее нормальный. Они просто получаются не такими, как мы привыкли, да? Вот, видите, они такие бледненькие. Но от того, что они бледненькие, они вкусненькие. То есть не обязательно вот они должны быть такими привычными поджаристыми, как вы привыкли. То есть они вот в этом, наверное, и скрывается какой-то небольшой кулинарный и поварской секрет. Мы сейчас сделаем с тобой один хотя бы вот этот вот классно получившийся блин. Этот я все-таки заберу и съем сам. Я могу и в этот, но будет не очень, не красиво. Я считаю, Алена, что мы с тобой сделаем сейчас все красиво. Вот, вот, мы тоже сделаем это все красиво. Подадим даже на красивые-красивые тарелочки. Сейчас вот нам самое главное чуть-чуть начиночки. И я думаю, знаешь, как мы завернем? Вот как есть вот луна, а мы сделаем растущую луну. Ага, полу-луния. Полу-луния. Давай сделаем полу-луния. Полу-луния. Кстати, нормальное название для группы. Шакума, двамя, щитом, рентабида, месчены, полу-луния. И все. Не, ну как бы, если я луна, как бы получается... Да, то там звезды. Да, нет, там что-то больше. Что-то больше, чем... Если я одна, полная луна. Ну я не полная, я худенькая, но все равно. Ты худенькая луна. Так, смотри. Ну на самом деле получился действительно лунный кратер. Я вот... Да, очень похоже на луна. Давай тогда сюда положим гречки. То есть сочетание, я понимаю теперь, как оно будет. Это будет что-то наподобие блинчика с мясом, но только по ощущениям вашей полости рта, у вас такой ощущение будет там фарш. Но это не фарш. Это получится как бы вот сама эта гречка, которую мы выкладываем на вот этот вот блин. Я, в принципе, пока операторы у нас здесь работают, и мы, собственно говоря, еще имеем в наличии тесто. Есть у нас один тут любитель вообще блинов, но сегодня не его рабочий день. Вот так вот это внутренний юмор, друзья. Посмотрите, вот такой вот блинчик от Алены Мун. Давай, присыпай зеленью. Я уберу этот лук, чтобы он не портил нам сейчас всю красоту. Вот, 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 друзья, все хорошо. Вот. Самое главное – подача. Вот, посмотрите, посмотрите, как улыбается вам Алена. Свежесть, сила и польза вот в этом замечательном, великолепном блине постном. Вот так вот мы улыбаемся, видите? Похоже на мою улыбку. Да. Спасибо большое. Алена, я желаю тебе только успеха. Я думаю, что встречаться надо чаще и видеться тоже. Всем твоим тоже большой привет. Желаю, чтобы все твои парни, которых ты собрала, были тебе полезны. Вот. Чтобы ты, да, была полна сил и энергии. Сегодня вот это, кстати, ты с удовольствием можешь съесть. И мы посмотрим через 20 минут. Я шучу. Я шучу, конечно же. С удовольствием. Все, обращайся к своим родным, и мы вынуждены будем попрощаться. Ух ты, быстрое время летит. Я просто хочу всех-всех-всех поцеловать, кто нас смотрел. Кстати, вот этот блин еще лучше. Мне было, кстати, очень приятно быть здесь сегодня. Приезжайте в гости, я приготовлю что-то безумно вкусное. Это заметили, я сказал, а сама Алена Мон. До встречи, смотрите нас в повторах и вообще смотрите канал РТР Молдова, а тем более программу Азбука Вкуса. Все, всем пока, будьте здоровы. Приятного аппетита.